Всем привет, друзья! Сегодня вторая серия нашего сериала о том, как я собираю себе новый компьютер. В прошлой серии вы могли видеть то, что мне с Китаем пришел процессор А5, а сегодня у нас серия про то, что я купил блок питания. Взял я Thermaltake TR2RX550. 550 это у нас его мощность. Почему именно его взял? А просто по деньгам он достаточно был по вкусной цене, всего 1500 рублей. Приобрел я его по объявлению на нашей интернет-барахолке, форпост сайт. Присматривался первоначально к другому объявлению. Там продавался 600-ваттный. На картинке был Чифтек. Такой прикольной модели. Именно какой, не помню название по буквам, по цифрам. Ну, 600-ваттный Чифтек был, короче. В черном корпусе, крашен. Такой хорошая модель. Мне прям понравилось. Звоню по объявлению. А говорит, а у меня картинка это просто стоит, для заманухи, залипухи, короче. И говорит, у вас есть WhatsApp. У меня там блок питания есть 600 и другой. И я вам фотки скинул. В общем, скинул фотки. И мне тот блок питания совершенно не понравился. Модель Трикот или Трискот, как это называется. Или Трикет. Что-то такое. Почитал я про него. И вывод, короче, сам напросился на себя, что моделька слишком сверх какая-то бюджетная. В общем, фигня. Не стоит с ней заморачиваться. Немножко еще посмотрел объявление. И до этого я почему-то объявление о продаже вот этого блока питания, видимо, просмотрел. Не знаю почему. В общем, я его увидел. Позвонил. Поехал, забрал. Все. Никаких проблем. И как раз мне, кстати, было удобно его забирать. Товарищ, который я покупал, живет недалеко от садика, где я забираю ребенка. Вообще, удачное истечение обстоятельств, можно сказать. Посмотрел я его. Фонариком вовнутрь посветил. Через вот эти вот отверстия кулера. Здесь, как видите, не решетка сделана, а такая вот штамповка в самом металле сделана. Посмотрел я его внутрь. Фонариком посветил. Пыли не очень много в нем было. Посмотрел, что нету вскученных вроде конденсаторов. Понюхал. Гарю ничего не пахнет. Товарищ сказал, что этот блок питания у него примерно, ну, где-то около полутора лет, в общем, проработал. По-моему, с ксеноном у него, короче, системник был. В комплекте идут провода. Сейчас посмотрим и покажу. В общем, четыре кабеля идут. Они подключаются вот здесь, вот так сказать, модульно. Значит, здесь для питания видеокарты кабель идет. Вот такой вот красненький. Потом идет кабель Molex. Еще один кабель Molex. То есть, два кабеля Molex у нас получается. И один SATA для подключения. Можно три жестких диска, в общем, подключить. Самому блоку питания я провел Теон. Когда я его взял в него, еще даже гарантийная пломба была целая. Не разбирался. Здесь вот надо будет немножко подклеить, а то они красиво торчат. Вот эту вот эмблемку, пришлось этикеточку оторвать. Дело в том, что здесь под ней по углам идут винтики, крепящие крышку. Здесь интересно сделано. Два болтика сверху стоит и по два маленьких по бокам сделано. В общем, для того, чтобы добраться до них, мне пришлось вот немножечко уголки отклеить. Попозже немножко подклею, чтобы было более красиво. Пыли, как я уже сказал, в блоке питания было мало. Все равно пропылесосил, естественно. И провел Теон еще кулеру. Отмыл его хорошенечко, протер и смазал подшипничек, применив пару капель силиконовой смазки. В блоке питания также мне понравился момент. То, что корпус его окрашен такой вот бронзовой красочкой. Это смотрится он так побогаче, подороже от этого. И на задней части есть у него выключатель питания. Думаю, лишним он не будет для удобства пользования. В общем, друзья, вот такой вот блок питания, как я уже сказал. Thermaltake RX 550. Прикупил я для своего будущего компьютера, для своей будущей системы. В принципе, друзья, больше рассказывать о данном блоке питания и нечего. В общем, вот такой вот блок питания RX 550 будет стоять в моей будущей компьютерной системе. Ну, а я с вами на сегодня уже прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Увидимся.